Глава ДНР Денис Пушилин с секретарем Генерального Совета Единой России Андреем Турчаком и депутатом Государственной Думы Дмитрием Саблиным посетили пункт временного размещения в Володарском, который работает на базе средней школы населенного пункта. На ПВР в день прибывает до 1700 человек. После процедуры регистрации жителям Мариуполя оказывается первая медицинская помощь, предоставляется место для отдыха. Работает столовая. Каждый день производится эвакуация в Россию, в которой в 16 регионах уже развернуты ПВРы для пострадавших от киевского преступного режима. Глава и гости из России посетили медпункт, столовую, спортзал, в котором развернут пункт отдыха и пообщались с людьми. Отвечали на самые наболевшие вопросы. Дениса Пушелина и Андрея Турчака интересовало буквально все. Наличие медикаментов, качество питания, зона отдыха и другие рабочие моменты пункта временного размещения. После посещения Володарского глава республики выехал в Мариуполь, в котором началась крупнейшая в истории республики гуманитарная операция. Силами МЧС республики, Единой России, общественных организаций был развернут центр помощи, в котором жители могли получить гуманитарную и медицинскую поддержку, нужную информацию, зарядить телефоны. Рядом с центром работает полевая кухня. Несмотря на всю сложность обстановки, общение Дениса Пушелина и Андрея Турчака с жителями многострадального города было живым, настоящим и очень откровенным. После общения с одной из семей Мариуполя Денис Владимирович принял решение о ее эвакуации в Донецк. Мы с вами находимся в городе Мариуполь, на Запорожском направлении. Сейчас в метро, разрушенном украинскими вооруженными формированиями, создан центр гуманитарных операций. То есть в Мариуполе началась мощнейшая, ну, наверное, за всю историю республики гуманитарная операция. Мы с вами видим, что люди следили за гуманитарной помощью. Здесь они обеспечивают питание. Наезжают сотовые телефоны. Вот мы с вами слышим, как идет уборка территории. Также ведется перепись населения ближайших районов. А вдали нас еще пылают здания. Идет война, работает тяжелая артиллерия. Но боевиков Азова и вооруженные формирования Украины теснят на Азовсталь. И там будут заканчивать и локализовывать эту операцию по освобождению города Мариуполя. Мы с вами видим, что люди довольны. Люди нас ждут. Люди все говорят на русском языке. Сегодня на территории Мариуполя был Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой Народной Республики. И самое основное, что он сказал жителям Мариуполя, мы отсюда никуда не уйдем. Мариуполь это родная земля для всех дончан. И это будет один из красивейших городов Донецкой Народной Республики. Он будет восстановлен. Мы в это верим.